Один из знаменитых генетиков нашего мира, американец Неделко, в свое время заявил о том, что самым главным врагом человеческого организма в лице вирусов является быстрое уничтожение эластичности нашей сосудистой системы. Соответственно, в связи с этим начинает страдать наше сердце. Почему? Потому что качество эластина, от того, как ведет себя наш эластин, и зависит качество работы наших клапанов. А именно наши клапаны предсердий, желудочков обеспечивают качественную работу сосудистого кровяного составляющего нашего организма. Я покажу наше старое доброе упражнение, которое на самом деле, на самом деле стабилизирует состояние. Вы не поверите. Это для биохакеров и для врачей лабораторной диагностики. Это упражнение, которое мы с Татьяной Владимировной показали уже на лабораторных исследованиях. Палочка сумо стабилизирует состояние холестерина, стабилизирует состояние билирубина, стабилизирует состояние мочевины, стабилизирует состояние липопротеида высокой и низкой плотности. Что нужно для того, чтобы быстренько восстановить состояние сосудистого тонуса? Вот таким вот образом, вот таким вот образом, вот таким вот На ширину плеч поставьте палочку. Приложите свою бороду сюда. Ну не бороду мою, потому что не у каждого из вас есть такая борода. Бородень, как про меня пишут. Вот так вот поставьте свой подбородок. Глубоко вдохните. Резко выдохните. И не дыша в течение 5 секунд, попытайтесь нижней челюстью опустить палку. Куда дел со мной либо протеид высокой плотности? Куда дел со мной холестерин? А мочевина куда делась? Попало в сосудистое русло. А через сосудистое русло все это попадает в почки. А в почках, если они правильно работают, правильно кого служатся, через вторичную мочу покидают нас без всяких проблем для сосудов. А проблемами этими называется атеросклероз. Поэтому избавляйтесь, чем быстрее, тем раньше и тем лучше для вас. Система, которая очень хорошо позволяет нам укреплять сосуды нашего тела, нашего внешнего контура. Эти точки находятся у нас, находятся у вас на руке. Первая точка находится в пространстве между мизинцем и четвертым пальцем. Вторая точка – это знаменитая точка Хайгу. И третья точка – это знаменитая точка Вайгуань. Достаточно вам по очереди в течение 20 секунд воздействовать на эти точки по часовой стрелке, по отношению к вашему телу. Раз, два, три. Если вы левша с левой стороны, а если вы правша с правой стороны, а потом меняться местами. И вы укрепляете качество эластина, вы укрепляете качество коллагена ваших внешних сосудов. А именно, каких внешних сосудов? Сосудов, которые поддерживают состояние ваших мышц, которые поддерживают состояние ваших связок, состояние ваших суставов. Это зависит от того, как, с какой скоростью происходит протекание крови по, так называемым, внешним сосудам. И для того, чтобы укрепить состояние внутренних сосудов, а это состояние головного мозга, состояние печени, легких, состояние сердца, вам нужно воспользоваться, так называемыми, тремя внутренними точками. Вы их тоже, наверное, знаете. Если не знаете, я вам показываю. Это наша знаменитая авторская точка Доктор Желч, в течение 20 секунд по часовой стрелке. Эта точка, которая располагается в этом месте, ровно в середине, расстояние от основания мизинца и до основания ладони, вот в этом месте, вторая точка. И третья точка, знаменитая точка Найгуань. Ровно также, по 20 секунд, мы воздействуем на эту точку, на эту точку, на эту точку. По очереди, если вы правша, начинаете справа, если вы левша, начинаете слева, и меняйте руки местами. Я вас познакомлю с одним из приемов замечательной школы, которая называется «5 узлов крепости». Я вам покажу один прием из системы «5 надежных узлов» или «5 надежных камней», которые направлены, в первую очередь, на стабилизацию сосудов головы, сосудов шеи и сосудов верхнего плечевого пояса. Что мы для этого должны с вами сделать? Да мы должны с вами для этого, вот таким вот образом, вот таким вот образом, объединить большой палец и мизинец на одной руке, объединить их, вот таким вот образом, в виде знаменитого нашего приема «Братство колец», вывести на середину грудины, вот так, вот видите, вот здесь у меня, лично у меня, определите у себя, где у вас середина грудины, на расстоянии 10-15 сантиметров, вот таким вот образом, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и, не дыша в течение пяти секунд, попытаться, имитируя, разорвать вот эти новые колечки для вас. Вдохнули, резко выдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. Лишний раз напоминаю, каким образом формируется это упражнение. Оно формируется из большого и мизинца, из большого пальца и мизинца другой руки, объединяется в новый вид «Братство колец» и имитируется разрыв. Что дает нам это упражнение? Вы практически, если его сделаете, уже можете практически оценить его воздействие на себя. Появляется усиление шеи сзади, по боковым поверхностям. Наши плечи наливаются силой, наши плечи наливаются мощью, наши предплечья усиливают свой функционал по отношению к кистям и по отношению к локтевым суставам. Улучшается качество движения грудной клетки, освобождаются те захваты, которые очень часто бывают в области передней поверхности грудной клетки со стороны, так называемых, третьих, четвертых и пятых ребер, сердечных и сердечных ребер. С этой стороны их называют третье, четвертое, пятое и шестое ребро. Это сердечные ребра. А с этой стороны у нас ребра, которая называется печеночными. То есть, мы с вами усиливаем качество работы печени и улучшаем качество работы левого желудочка, в частности. А в целом, улучшаем качество работы коронарных сосудов. Таким образом, мы с вами, улучшая сосудистый тонус головы, прочищаем сердечно-сосудистую систему непосредственно и улучшаем качество очищения печени. Ссылочку на наш вебинар вы легко найдете под этим видео. Милости просим.